Прекрасный день, уважаемые телезрители! Сегодня 60 лет с момента полета первого человека в космос. Грандиозный праздник, праздник не только наш, но и всего прогрессивного человечества, 12 апреля. И у нас сегодня гость, ведущий в этой теме, в теме космоса, популяризатор всего, что связано с космосом, популяризатор знаний, популяризатор науки, писатель, автор нескольких книг, посвященных освоению космоса, автор блогов, которые имеют достаточно высокую аудиторию. В частности, например, его блог «Открытый космос» на ВКонтакте, там свыше 420 тысяч пользователей читает регулярно. 450 тысяч. 450 даже. Это у меня немножко устаревшие данные. Я вам с удовольствием представляю нашего собеседника Виталия Егорова. И сегодня мы с ним поговорим естественно, естественно, о космосе. Виталий, сегодня даже Казань преобразилась. Казань даже празднует этот праздник. Мистическим образом у нас всю неделю стояла плохая погода. Ливни, было холодно. И сегодня вот... День космонавтики. Да, День космонавтики. И такое солнце, и такие улыбки людей на улицах. И тепло пришло. Мы, безусловно, радуемся всему этому. Но опять-таки радость, самая главная сегодня радость, 60 лет. С эпохального события, которое все перевернуло. И, можно сказать, это была высшая точка научно-технологического подъема Советского Союза, этой цивилизации, которая сейчас... Что и говорить. Ностальгия. Мы были первые. Мы сделали всех. И вот сейчас много поздравлений получают не только наши люди, причастные к космосу, получают из разных уголков России, но и пишут везде, во всем мире, этот полет признанный. Это полет... Эпохальный в истории человечества. И поздравляют, поздравляют, поздравляют. Это хорошо. Вот. Сейчас есть мнение такое, что этот полет, что Юрий Гагарин совершил, действительно, ну, это, не знаю, как это даже бессмертный поступок, это не проявил чудеса невозможной храбрости, но есть люди, которые поговаривают, а что такого? Ну, вот полетел человек. Ну, у нас есть такой Юрий Лоза. Ну, да, да, знаю такого. Эксперт по всему, да, он вообще заявил. Эксперт по космосу. Он там лежал, лежал, ну, что подумаешь, полетели, и все, вернулись. Вот. А сейчас стали выплывать, рассекречивают потихонечку обстоятельства того полета, и сейчас рассекречивают данные. Пишут, что было множество уништатных ситуаций. Риск большой очень был. Как вы вообще оцените? Это подвиг, или это подвиг не только Гагарина, но и всей команды? Или просто это вот, ну, вот хорошо наши ученые, инженера, там, Королев, все рассчитали, сделали? Да нет, безусловно, любой такой сложный проект, это так или иначе, где-то перешагивание через невозможное, это высокий риск, потому что все, конечно, Гагарин рисковал больше всего, когда он садился в эту ракету, это как про это говорили. По-моему, Леонов сказал, да? Ну, я уж не помню, кто там это говорил по поводу того, что вот он залез на эту ракету, там, 30 метров, гигантская конструкция, да, заполненная керосином и кислородом, по сути, компонентами, горючими, даже взрывчаткой можно назвать, вот, ему снизу кричат, Юра, не бойся, мы все посчитали, вот. Ну, конечно, это не совсем так, потому что были испытания, летали белка и стрелка, проходили испытания успешно, там, собаки летали фактически в таких же космических кораблях. Приматы, приматы летали. Ну, это американцы обезьян запускали, у нас перед Гагарином именно этот корабль испытывали на собаках. Конечно, это не просто расчеты, это была очень сложная работа, очень интенсивная, потому что там, буквально, там, в марте еще собаки летали, а в апреле уже полетел космонавт. Это, конечно, была суперсложная работа, но самый высокий, конечно, риск был у Гагарина, но если бы с ним что-то произошло, если бы он не долетел, то, конечно, это всех бы коснулось, кто создавал эту систему, кто отпускал его в последний полет, кто говорил, да, эта ракета полетит, я ручаюсь, всех бы это так или иначе коснулось, и жизнь бы, если не прекратилась, то была бы испорчена у гораздо большего количества людей, чем произошло. Так что рисковали многие, рисковали так или иначе все, больше всех, конечно, Гагарин, и, естественно, он там не просто сидел. Если даже почитать трансляцию его разговоров, когда он начитывал это там по связи на магнитофон, он ведет репортаж, он рассказывает, что он видит, он передает свои ощущения. И, по сути, вот те наблюдения, например, звездного неба, когда он летит на освещенной стороне, он смотрит в окно, в черноту, и он не видит звезд. Сейчас многие говорят, а вот что это у американцев на фотографиях с Луны звезд не видно. Так и Гагарин их не видел. Но он перелетел на темную сторону Луны, и он увидел звезды, земли, прошу прощения. И то же самое на Луне. Улетают на теневую сторону, и вот они звезды видны. Ну, как у нас на Земле. Днем видно, ночью. Днем не видно, ночью видно. И все вот эти наблюдения о космосе, есть же такая еще тоже теория заговора, что у него уже ни одной фотографии не сделал, у него фотоаппарата в руках не было. Он просто ввел наблюдения. И как мы можем утверждать, что он там вообще был? А вы почитайте, что он говорил. Он описывал тот космос, который сейчас мы можем словесно, который сейчас мы можем наблюдать в фотографиях. Там вот Сергей Акуть-Сверчков, наш космонавт, который сейчас в космосе летает, а в Инстаграме фоточки выкладывает. Тогда не было цифровой фототехники. Были пленочные камеры, да, достаточно хорошие, но Гагарину ее не дали. Посчитали, что, а вдруг что? Вот именно он шагнул в неизвестность. Тогда было ничего неизвестно. Ему даже ручку управления космическим кораблем заблокировали. Там нужно было специальные пароли ввести. Потому что было подозрение у медиков, что человек от созерцания космоса, от того, что он окажется в невесомости, просто сойдет с ума. И там с ним что-то начнется, что он там сможет сам себе просто навредить. Поэтому корабль должен был лететь по программе. Ему ручка управления была, но ее нужно было раскодировать специально. Там, говорят, даже была какая-то математическая задача на логику, которая, ну, человек, если ее решил, значит, он с ума не сошел. Да, но там при этом люди, которые вокруг него работали в этой структуре, готовили его к полету, понимали, что, скорее всего, с ума не сойдет, что ученые, медики перестраховываются. Поэтому они по секрету ему подсказали, какой там пароль нужно назвать, без решения этой логической задачки. И потом оказалось, что там почти каждый, кто рядом с ним был в последние дни или часы перед полетом, сказал ему этот пароль. Но это тоже как раз уже больше о человеческих отношениях. И да, он шагнул в неизвестность, и он показал, что человек может идти дальше. Вот вы сказали, что это пик развития. Наверное, это все-таки не пик, потому что потом были гораздо более сложные программы, там, долговременные орбитальные станции, Буран, станция МИР, многомодульная станция. Сейчас МКС. Это был самый яркий... Это прорыв. Один из самых, как победа 9 мая. Это было яркое достижение советской страны, советского народа, значимость которого отрицать не смеет никто во всем мире, кроме Юрия Лозы. Виталий, вот сейчас стали рассекречивать многие подробности того полета. Ведь как... Да, он, когда уходил в космос, он написал прощальное письмо жене, которое потом только рассекретили, вот недавно только его опубликовали. Ей даже не давали это все. И когда только он погиб, трагедики погиб, это письмо было ей доставлено, да. И там в полете произошел ряд нештатных ситуаций. В частности, например, была одна там проблема из-за какого-то датчика, я вот сейчас утрирую это все, но там корабль пошел немножко не по той траектории, и даже были такие мнения экспертов, что он там чуть ли не 50 дней мог спускаться, Ну, это преувеличение, конечно. Если бы у него двигатель не сработал, тогда бы, да, тогда бы он за счет торможения об атмосферу летел бы больше, чем позволяли возможности, там, запасы кислорода, еды и там других систем жизнеобеспечения корабля. Такая возможность, по сути, у любого корабля остается. Раз что-то... Конечно, там резервирование, там, многократные уровни защиты, и такого, конечно, не происходило. Но это было первый раз тогда, и... Гораздо, гораздо боль, да, тогда... Но, опять-таки, я подчеркну, корабли уже были испытаны. То есть, перед Гагариной было несколько полетов кораблей такого же типа. Вот, например, в Музее космонавтики в Москве, у метро ВДНХ, там есть белка и стрелка, прям их чужела реальные. И там есть корабль, аппаратный, макет, на котором они летали. А, там есть спускаемая вот эта капсула, на которой они совершали посадку на парашюте. Вот габариты этой капсулы, они точно повторяют конструкцию катапультируемого кресла Гагарина. Там, внутри этой капсулы, было все, конечно, адаптировано под собак, но вот система отделения этой капсулы, которая отстреливала ее от корабля, она полностью соответствовала той системе катапультирования, с которой потом садился Гагарин и ряд других космонавтов там до Терешковой. Конечно, были испытания. И здесь полагается, что, ну, естественно, да, риск оставался и до сегодняшнего дня остается. Но там наиболее опасная ситуация была, когда не до конца разъединился спускаемый аппарат и служебный отсек, где и двигатели были, и все остальное, там один кабель не отделился. И пришлось там просто на этой привязи, уже когда торможение прошло, когда корабль спускался в атмосферу, должно было произойти разделение отсеков, и оно произошло не полностью. И вот тогда вопрос прям серьезно стоял. Если бы это разделение не прошло, тогда это был самый опасный момент, наверное, за весь полет. И там есть сообщение, то он там прощался, не прощался. В любом случае он понимал, что вот сейчас любая секунда может стать последней. Это не помешало ему долететь и в дальнейшем провести всю программу посадки в полном соответствии с инструкцией. Там тоже было не все в порядке, и со скафандром были проблемы. И, по-моему, даже его никто не предупредил, что когда в атмосферу сходишь, начинается это такая... Гореть все вокруг корабля. И он тогда, по-моему, даже сказал такие слова, это тоже недавно рассекретили. Прощайте, товарищи, я горю, передал. Ну, не уверен за достоверность этой информации. Но горение, да, происходило. Ну, я не думаю, что для него это было совсем новостью. Потому что они же видели спустившиеся, спускаемые аппараты, капсулы, там, белки-стрелки других животных, которые в то время летали. И они понимали, что да, горение есть, что воздействие атмосферы. Собственно, тот корабль, он специально покрывался теплозащитой. И эта теплозащита, она в штатном режиме должна гореть. То есть за счет того, что она горит, она избрасывает лишнюю температуру. Это такая, по сути, стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой. В нижней части корабля она толстенная, в верхней части тонкая, потому что там температура нагрева снизу самая... Там формируется ударная волна, и снизу самая высокая часть. Я об этом уверенно рассказываю, потому что я все это видел. Я в музее, сейчас он, кстати, тоже в Москве, в музее космонавтики на всеобщее обозрение, как раз у 12 апреля открытый. Там, по-моему, два месяца он будет находиться. Тот самый шарик, в котором садился Гагарин. И там сзади вырезана такая полоска, которая показывает степень, вот глубину толщины этой теплозащиты. И степень, как раз, воздействия температуры. Там запас прочности довольно мощный. Был там такая броня, вот эта вот такая стеклопластиковая эпоксидная, она довольно толстая. И она должна была гореть, это прям так и полагалось. Это называется облиционная теплозащита. И, по сути, современные космические корабли, они точно так же и оснащены, они точно так же горят. И точно так же с полохи пламени космонавты и астронавты видят свои иллюминаторы. Но для него, конечно, уже не переживают. Да, но они знают, что раз Гагарин не испугался, да, и пережил это спокойно. И все последователи после него, то и современные корабли позволяют это делать. Но, тем не менее, все равно вот эти нештат, несколько нештатных ситуаций и даже приземление не в расчетной точке ведь произошло. Мы знаем, что он... Это как раз вот эта проблема была из-за неудачного разделения. Да, да, вот он как раз около Самары приземлялся. Ну, там, около Саратова. О, и Саратов, да, Саратов-Самара, спросите, путаю. Вот, и около Саратова приземлялся, и у него был весь шанс упасть в эту... В довольно холодную Волгу, да. Там до Волги где-то километра два. Я тоже был на месте этой посадки. Полтора-два километра совсем рядом, но как-то он вырулил, сам смог это... Ну, парашютист был, там какие-то инструменты для управления парашютом у него все-таки были, и этот опыт... Вот когда Гагарина и других летчиков готовили к этому полету, конечно, они не знали, что с ними будет. Не знали, какие условия им придется переживать, и к чему готовятся. Поэтому готовили ко всему. И парашютная подготовка, конечно, ну, как и у летчиков, была в штатном режиме, ну, и, конечно, они проходили дополнительные занятия. А вот сейчас парашютная подготовка является неотъемлемой частью подготовки космонавтов. Виталий, а вот представьте, у человека могло... мог лишиться сознания от перегрузок. Перегрузки были кошмарные. Там, говорят, корабль кувыркался, когда входил. Вернее, модуль. Пока вот это не произошло, это разделение, не разорвался этот кабель, не перегорел. Там, да, его крутило, мог в конце концов с ним... Перегрузки у него действительно были высокие даже не только поэтому. Потому что спуск проходил по так называемой баллистической орбите. То есть сначала корабль летит горизонтально, параллельно Земли, и потом входит в плотные слои атмосферы, и дальше он просто как падает, как камень, пущенный горизонтально. Вот вы там бросаете, и вот он летит, и потом падает. Вот это баллистическая орбита этого камня, баллистическая траектория. То же самое было и с кораблем Гагарина. Сейчас космические корабли, что российские союзы, что американские, и что, например, Аполлоны, когда с Луны летели, там проходит более пологая траектория. Это так называемый управляемый спуск, когда форма космического корабля сейчас уже отличается. У Гагарина был шарик, а у современных кораблей дно более-менее более плоское. И на высокой скорости, при определенном угле атаки, когда они входят в атмосферу, эта донная часть выступает как крыло. И он как серфер на волне, он скользит, входя в плотные слои атмосферы. Опираясь вот на эту плоскую. Да, за счет этого сопротивления атмосферы он растягивает процесс спуска, но при этом нагрузки, которые переживают, просто он разгружает вот эту энергию корабля, когда он летит с большой кинетической энергией, в атмосферу входит. Эта энергия рассеивается по более длинной траектории при входе в атмосферу, и космонавты переживают меньшие перегрузки, чем переживал Гагарин. Даже, когда корабль, например, с Луны летит, у него скорость возвращения на 2 км в секунду больше, чем у Гагарина была. У Гагарина была первая космическая скорость около 8 км в секунду. Вторая космическая, там 11 с лишним километров в секунду. И чисто теоретически, если бы одна и та же траектория была баллистическая, перегрузки с Луны должны быть выше. Но за счет вот этого размазывания энергии по большой траектории спуска приводило к тому, что астронавты, прилетавшие с Луны, переживали меньше перегрузки, чем те, которые переживал Гагарин в своем полете. Ну, Гагарин, Титов, и там тоже опять-таки. Все последующие наши советские космонавты. До Терешкова, и даже позже, когда восходы летали, там 1-2 с Леоновым в том числе, вот последний как раз фильм неплохой, время первых про это снят, все они спускались по баллистической траектории и переживали перегрузки выше, чем могут быть при возвращении с Луны при управляемой спуске. В некоторых случаях, когда происходит какая-нибудь тоже нештатная ситуация, вот на Союзах опять-таки были такие случаи, довольно там редко, раз в 10 лет где-то такое происходит, тоже Союз срывается, что называется, в баллистический спуск, и тогда у космонавтов тоже перегрузки высокие. И здесь они могут ощутить все прелести перегрузки, которые ощутил и Гагарин. Уважаемые телезрители, вот даже вот этого перечисления фактов достаточно уже, чтобы понять, что это безмертный подвиг бессмертного человека. И сегодня мы действительно радуемся, отмечаем. Это веха, совершенно прорывная вещь для того времени. Это был, мы уже привыкли говорить, космос как степень преувеличения, как степень чего-то самого наивысшего. Вот этот вот космос наш как раз был космосом. Начался тогда. Да, в этом, в сленговом значении этого слова. Но, как уже Виталий правильно подметил, он говорит, что все-таки больше наша цивилизация техническая, советская техническая цивилизация, это наибольший ее всплеск, был все-таки зафиксирован, по-моему, программ Буран. Ну, 80-е годы, там же параллельно была программа Буран и станция Мир. Это обе суперсложные программы, то есть, там, ну, совместно, они, наверное, посложнее полета на Луну были. Буран был очень сложен сам по себе, и это действительно, там, сейчас, когда знакомишься с деталями или просто смотришь эти, там, двигатели, которые были созданы, или сам Буран, там, например, тоже в Москве есть, ну, там макет такой, примерно, в Сочи, более впечатляющий, более высокая точность детализации с тем Бураном, который летал. И просто, это как, я не знаю, когда в Египте возле пирамид стоишь, это построили гиганты. Вот то же самое, когда смотришь этот двигатель RD-170, или стоишь у этого Бурана и представляешь, что это махина летала в космос и возвращалась, и садилась сама. Сама, да, вот самое ключевое слово, сама. Реально это делали гиганты, и когда ты задумываешься, что на самом деле это делали люди, ну, по крайней мере, физиологически, ничем не отличимые от нас, они были хорошо образованы, они были хорошо мотивированы, и их устремления в космос были поддержаны государством. Государство увидело необходимость в этом Буране, выделило колоссальные средства, и люди смогли сделать это выдающееся достижение инженерного искусства, науки и техники. И сейчас, да, действительно, это кажется, как что-то фантастическое, но это возможно. Это было возможно тогда, это возможно сейчас. При достаточном напряжении людских сил, финансовых, все это возможно. И сейчас мы, наверное, уже в зубах, наверное, навязло вот это словосочетание «Роскосмос», на тему которого сейчас упражняется с утра до вечера, никаких достижений нет, говорят одни скептики. Другие скептики говорят, ну как же так, ну вот смотрите, на МКС мы за три часа подлетаем, а те же самые американцы хваленые, с их пиаром и со всем, они летят двое суток. Ну, поменьше, там 19 часов они там летали, ну не три часа, конечно. Не три часа. И приводят другие аргументы. Сейчас состояние советского космоса, ой, российского космоса, оно кардинально отличается от того состояния, от тех пиковых годов, когда СССР осуществлял порядка 100 запусков в год космических аппаратов, осеявые ракеты в неделю, просто фантастический темп. Две ракеты в неделю уходили, а сейчас вот по 2020 году Роскосмос отчитался всего 17 запусков, и то каждый раз какой-то запуск происходит, и хватается за сердце. Дву части Роскосмоса и нынешнего главы Роскосмоса Рогозина два года у нас уже не падают ракеты. Это уже достижение. Такое раз в 20 лет у нас раньше бывало, и это удивительное достижение. По поводу достижений нашего Роскосмоса. Конечно, в масштабах сравнения с Советским Союзом, или там, например, с Китаем, у Китая сейчас там по 30 запусков, по 30 с лишним запусков в год, и они активно развивают свою пилотируемую космонавтику, и на Луне там у них луноходы бегают. В сравнении с ними, да, темпы у нас, конечно, подсократились. Но я считаю, что самым важным достижением Роскосмоса на сегодняшний день, то, что он в значительной степени сохранил возможности советской космонавтики. Да, мы запускаем 15, а не 100 ракет, но это те же самые ракеты. Или такие же, там, модернизированные, новая электроника на них поставлена. Но чисто технически, дайте заказ, дайте 100 спутников, ракеты будут построены и полетят. Дело финансирования. Проблема отчасти, ну, конечно же, ракеты без денег не летают. Это все понимают, начиная там с Королева, который их начинал запускать в космос. Помните, знаете, такую его фразу, мы стреляем городами? Да. Когда они проводили испытания, ракета Н-1 сверхтяжелая, то есть она одна стоила, как строительство целого города. И Королев прекрасно понимал, что такое стоимость космонавтики, он понимал, куда. А тогда же страна еще после войны восстанавливалась. И тогда ценность городов, как строительство городов, была гораздо выше, чем сейчас может показаться. И это, конечно, важный фактор, один из главных. Но здесь как раз, вот если говорить про проблемы нашей космонавтики, кто-то говорит там то, что вот там у нас нашей космонавтикой журналист руководит. Ну, как я уже приводил пример со статистикой запусков надежности ракет, которые выросли за время его руководства. Что-то этот журналист понимает в руководстве сложными системами, раз у него ракеты падать перестали. Кто-то говорит, коррупция. Да, там на Восточном своровали какие-то безумные деньги, какие-то там миллионы, миллиарды. По подсчетам там чуть ли не 10% всех средств, выделенных на первую очередь Восточного. Там увели, там, и где-то еще публикации были года два назад. Я помню, меня даже тоже на телевидении еще в Москве звали по этому поводу поговорить. Ну, кстати, космонавтики-то построили. Сейчас вторую часть строят в Ангару. Насколько я знаю, Казань здесь тоже имеет причастность к этому. Там же строительная организация из Татарстана строит. Да, поцелу Казань. Я бы даже похвастался. Все-таки Казань даже к первым полетам, к тому же самому полету Гагарина, имела непосредственное отношение. У нас в Казани находился завод по выпуску электронно-вычислительных машин. И тогда была такая, наш знаменитый завод ЭВМ, он в Советском районе. И тогда они произвели машину М-20, если мне память не изменяет. Она как раз рассчитывала, делала расчеты, была самой мощной. И ее расчеты легли как раз в основу тех самых первых полетов. Эти самые, Юра, вы посчитали, считали как раз на изделиях казанских. Да, да. Вот это все было. Просчет был на казанских изделиях. Но, парадокс, я вам скажу, Виталий, татарам, вот если говорить о национальности, то пока татарам никак не ведет. Никак мы своего космонавта не запустим. Вот сколько было случаев. Ну да, кстати, не задумывался об этом. Был даже у Гагарина первым в отряде наш земляк, татарин. И не сложилось, там произошел развод у него перед космическим полетом, планируем. А тогда облик и морали советский, облик советского космонавта коммуниста. У нас космонавтов из нашей страны, по-моему, человек 150. Я думаю, народностей в стране побольше. У нас же многонациональностей. Ну понятно, конечно, статистически. Татары, статистически вторая численность в России. Ну это что, здесь надо только пожелать успеха. Пытайтесь. Набор в отряд космонавтов происходит раз где-то в 3-4 года. Завершайте обучение. Я думаю, образования Казанского федерального университета более чем будет достаточно. Для того, чтобы пройти... Ну там, конечно, технические специальности нужны. С, не знаю, там, историческим или филологическим образованием все-таки в космонавты не берут. С медицинским, биологическим, ну еще посмотрят. Ну технически возможно. А вот физика, инженерное дело. Здесь гораздо более уверенно можно поддаваться. Не забывайте делать утреннюю зарядку. Ну и не забывайте рисковать. И да, это будет сложно поддаться и пройти весь отбор в отряд космонавтов. И полета придется ждать довольно долго, потому что там очередь большая, а полеты у нас там два раза в год происходят. Но все реально. Космонавты, несмотря на то, насколько у них сложная подготовка идет, космонавты это люди. Такие же, как мы с вами. Ну да, у них со здоровьем все хорошо, но это не супермены. Они там не пробивают головой стены, не разворачивают землю в одну сторону. Это обычные люди, очень дружелюбные, очень целеустремленные, без фанатизма в глазах. Они просто знают свою цель и очень последовательно и уверенно идут к ней. И это действительно не супермены, это люди. Это супермены духа. Пожалуй, так, но если достаточно убедительно цель перед собой поставил, здесь уже проявить силу духа можно в любом деле. И там и в деле наблюдения звезд для астронома, или усилия в поступлении в отряд космонавтов, и в любом другом деле. Если цель ясна, если усилия приложены, то и будет результат какой-то достойный. Уважаемые студенты и вообще молодые люди, хороший совет дает нам Виталий Егоров. Ищите и обрящатся, как это пишется. Дерзайте, мечтайте. Я бы порекомендовал книгу, правда, американского астронавта. Крис Хэтфилд написал «Канадский астронавт». «Путеводитель астронавта по жизни на Земле». Вот для молодого поколения, независимо от образования, на кого бы вы там учились, на философа или физика, почитайте эту книгу. Она продается, недорого стоит, или в интернете ее, наверное, уже найти можно скачать. Но вот его путь с 9 лет, когда он в 9 лет поставил себе цель, увидев, как Нил Армстрокт шагнул на поверхность Луны, и он перед собой поставил цель стать астронавтом, в то время у Канады не было своей космической программы, не было никаких оснований, которые могли бы... Не было такой, как у нас в стране. Есть отряд космонавтов. «Бери, обучайся, да иди, вот тебе дорога написана». Тогда у него этого не было. Он в 9 лет поставил себе цель, и всю свою жизнь выстраивал последовательно, чтобы дойти до этой цели. Он дважды слетал в космос. У него стал очень популярный твиттер, когда он твиты из космоса выкладывал. Много занимался популяризацией космоса с орбиты. Он снял первый видеоклип на песню Дэвида Боуи из «Спейс О'Дити». Очень интересный человек. И книга этого... Это не его идея потом, Илон Маск пере... Нет, ну, творчество Боуи еще с тех времен, со времен Гагарина и его последователей, связаны с космосом. Тогда все было на подъеме, и в том числе... «Спейс О'Дити», да, вот этот альбом. Ну, вот Крис Хэтфитл, он как раз стал хорошим популяризатором и не только космоса, но и популяризатором целеустремленности. То есть он очень грамотно показывает, как это делать. Вот смотрите, ребята, я сделал, у меня получилось. И это подходит для всех. Я когда читал, это несколько лет назад было, я такой, почему мне эта книга не попалась 10 лет назад? Ну, понятно, тогда она еще не была написана, он еще не слетал в свои полеты, чтобы набраться необходимого опыта. Но сейчас у вас есть такая возможность, найдите эту книгу, прочитайте. 18 лет, 20, 22, она вам вот прям отлично подойдет для того, чтобы понять, куда и как стремиться в этой жизни. Я, в свою очередь, хотел бы порекомендовать книги нашего уважаемого Виталия Егорова и особенности его недавнюю книгу «Люди на Луне». Она достаточно такая, нон-фикшн, дружелюбно написанная, без сложных математических формул. И в ней... Там есть немного формул, но мы их в приложении отодвинули, чтобы не пугать читать. Да, есть раздел, да, есть разные уровни в этой книге заложены, но больше она действительно нон-фикшн для массовой аудитории. Расскажите, почему Луна? Вот Луна, она красной нитью проходит через все ваше, можно сказать, мироощущение, через ваше творчество, через ваше... Вы ищете следы пребывания. Ну, надеемся. Мы надеемся сделать космический аппарат, который мог бы сфотографировать следы американцев. Вот расскажите про Луну. Луна очень классная. Она интересная. Если бы она летала отдельно от Земли, вот как Меркурий, например, она бы считалась отдельной планетой. То есть, это возможность заниматься исследованием другой планеты, межпланетной космонавтикой, по сути, в очень доступном варианте. Конечно, да, полеты на Луну сейчас недоступны, даже маленький спутник запустить, это то еще сложности. Но если бы она находилась там на расстоянии не сотни тысяч, а миллионы километров от Земли, это было бы еще сложнее. Она интересная, она сложная. И следующую свою книгу я, наверное, тоже напишу про Луну. И будет она называться «Неизвестная Луна». По крайней мере, она будет рассказывать об исследованиях Луны не только там астронавтами, но и автоматическими станциями, луноходами и так далее. И о том, что они смогли узнать, какую они Луну увидели. Потому что реально мы-то получаем из каких-то масс-медиа очень малую часть тех исследований, тех результатов, которые были получены в ходе этих исследований. И поэтому формируется такое странное представление, что вот там про Луну что-то скрывают. Да нет же, огромный объем информации есть. Ну нет, ну почему? Я бы хотел... Возьмите Голливуд там, или, допустим, те же наши домороченных конспирологов. Американцев не было на Луне. Ну вот да, вот это заговор. Вот была постановочная съемка. Во-первых, почему это привлекает внимание? Потому что это связано с людьми. Все в космосе, да, в принципе, и вообще в нашей жизни. Если вот к этому причастны люди, это намного интереснее. Есть такое представление у многих ученых, например, которые даже космос изучают. Вот люди в космосе не нужны, мы все сделаем роботами. Изучим Марс роботами, там Луну, другие планеты Солнечной системы. Вопрос, зачем? Если мы туда не пойдем потом сами, какой толк нам от этих рыжих камней? Если же роботы идут перед людьми, разведают, найдут полезные вещи, например, там залежи воды замороженной, или вредные, например, там перхлораты в грунте, в марсианском, это так или иначе нам позволит подготовиться к своему дальнейшему шагу. Вот люди на Луну шагнули, несмотря на то, что там об этом сейчас многие думают. Следующая цель Марс. Про Марс у меня тоже много внимания ему уделяю, марсоходом в том числе, потому что это интересно, это следующий рубеж после Луны. И я надеюсь, все-таки увижу в своем веку полет людей на Марс уже. А на Луну-то это вот сейчас лет 5-10, и полеты людей на Луну возобновятся, снова сейчас технологически люди возвращаются к этой задаче. У нас даже проект Роскосмоса, Луна-25. Луна-25 это беспилотная станция, она уже в этом году должна произойти. Но все равно надо с чего-то начинать после такой стагнации. Пауза, я бы сказал. Будем политкорректны. Пауза началась в Луне у нас, у Советского Союза еще в 76-м году, но потом советская космонавтика там на Марс перенацелилась, на Венеру. А чем это было вызвано? Какой-то было идеологически, из-за того, что американцы опередили? Ну, это было психологически. Луной просто все наелись. 60-е годы это были годы Луны. Луна-3, но это еще 59-й. Луна-9. Луна-6 неудачный, да? Луна-6, они по сути с 3-й и по 9-ю все неудачные были, так или иначе. Луна-9, первая мягкая посадка на Луну. Потом американские серверы, потом наши зонды с черепахами, потом американские астронавты к Луне. И все... Это был подъем, конечно, лунный. А потом люди просто этим насытились. Государства поняли, что на Луне ловить нечего. Что там и боеголовки толком не разместишь, они там 3 дня летят, когда на Земле от континента до континента за 20 минут. Ученые тоже там лунного грунта, экспериментов наставили, какие только могли. Нефть не нашли. Наелись, да. Нефть не нашли, то есть для бизнеса там никакого особого интереса. Все просто наелись Луной, а космос больше. Космос по-интересному. Да, там Марс, Венера, они тоже не так уж и далеко. И к ним просто больше внимания уделили. А Луну так по сути... На 14 лет вообще про нее забыли. Там вот 76-й последняя посадка советская, Луны 24 как раз. Сейчас вот Луна 25, через 40 с лишним лет. А следующий пуск на Луну был только японский в 91-м году. Вот 76-й, 91-й. То есть весь мир как-то забил на Луну. Вся космонавтика мировая. А потом вот новички тогда, Япония начинала исследование, такая, давай-ка на Луну. Сейчас я считаю себя тоже новичком. Мы там с группой инженеров космических организовали частную космическую компанию. Ну, мы идем пока к тому, чтобы стать космической. Пока мы частная компания, потом когда-нибудь там получим лицензию Роскосмоса на космическую деятельность и станем частной космической. Но цель наша такова, да, сделать околоземные космические аппараты, а потом уже подобного типа аппарата запускать к Луне, Марсу и дальше и уже вносить свой вклад в исследование Солнечной системы. Но мы здесь тоже будем новичками, хотя там есть наследие советское, есть опыт Роскосмоса. Но мы будем новичками именно в частной космонавтике, российской частной космонавтике, но в межпланетных запусках. Много денег, наверное, собрать надо. Надо много денег, да, инвесторов ищем, уже не просто хотим запускать их в разные стороны, чтобы там потешить свое любопытство. Мы предлагаем бизнес-план, мы понимаем, как зарабатывать на низкой околоземной орбите, примерно представляем себе, как можно было бы зарабатывать в межпланетном пространстве. Понятно, там денег нет, но определенные интересы и у частных компаний, и у других государств, и у Роскосмоса в том числе, есть в исследованиях другой далеких пространств Солнечной системы или там отдаленных от земного пространства за сравнительно невысокую сумму относительно там прежнего опыта государственных сложных и больших миссий. Малыми спутниками можно изучить поменьше, но зато за гораздо меньше бюджет, запускаться попутно, то есть не тратить отдельную ракету на каждый запуск. Все это позволяет экономить, и я надеюсь, мы здесь сможем и ученым помочь, и предложить бизнесу решение, которое позволит и заработать, и порадовать там даже свой... Все же, наверное, хотят, или многие, наверное, надеюсь, по крайней мере, хотели бы запустить свой собственный космический аппарат куда-нибудь подальше. Вот знаете, Виталий, лет 10-15 назад, я мягко скажу, ваше бы заявление звучало бы как сюр, но были бы сомнения в адекватности и того, и т.д., и т.п. Но вот эти же вещи и слова говорил энное время назад Илон Маск, который сейчас стал главный хедлайдер, я могу сказать, фронтмен, освоение космоса. Главный популяризатор космонавтики в мире. И личность крайне интересная, и тоже сложилось совершенно разные плееризационные точки зрения, одни его называют шарлатан, то он подкармливается за счет того, что НАСА там финансирует его, все проекты, там 40 миллиардов в год бюджетно-космические вот эти все исследования американское государство выделяет. Но не все они достаются Маску, конечно. Ну, понятно, там есть много желающих, но ему там какие-то эти хорошие такие кусочки впадают. Ну, где-то порядка 6 миллиардов долларов за все, за 20 лет ему американское государство выплатило. Но мы еще не знаем, какие другие механизмы финансирования. Все-таки космос это очень дорогое удовольствие. Ему за копейки отдали в аренду гигантский стартовый стол. Наши частники об этом могут только мешать. Это скрытая субсидия, ее тоже можно перешать. Почему она скрытая? Все знают, что он ее получил почти за бесплатную. Хорошо. Вот одни говорят, шарлатан. Он, опять-таки, бредит Марсом, хочет основать колонию на Марсе. Сейчас кто не неделя, что происходят какие-то проекты, связанные с ним. Мы уже, если раньше воспринимали полеты фалькона как что-то там вот так вот все сидели, смотрели, а сейчас летает, не летает, падает, не падает. Когда падает, внимание, конечно, привлекается, но сейчас фалькона не падают, даже многие обратно возвращаются на платформы. Уже отношение к этому стало действительно спокойно, и как и отношение к частной космонавтике. Да, частная космонавтика сегодня воспринимается как неутопическое, а есть живой человек, который это все показал. В то же время, в то же время есть совершенно истерические поклонники Илона Маска, которые там кидаются на несчастный Роскосмос в этом плане, цепляется к словам Рогозина, что там на батуте полетим и т.д. и т.п. И вот кто для вас Илон Маск, скажите, как ваши отношения? Маск, конечно, гений. Он авантюрист, он очень сильно рискует, и изначально он начинал с риска, просто он гений, которому везет. Не каждому гению везет, но вот ему так сложилось. И не каждый, кому везет, гений. Но ему сложилось то, что он действительно способен настолько в своем сознании представлять и, по сути, моделировать развитие событий не на 2-3 года, на 10 лет, на 20 лет вперед. Видеть, как будет развиваться наука и техника в комплексе. Не просто потребности НАСА или Пентагона, а вообще всего человечества. И готовить сейчас системы, технические решения, которые будут востребованы через 10 лет, через 20 лет. И это, естественно, уникальнейшая, уникальная его способность. С другой стороны, как я сказал, ему везет. Вот эта переориентация американского государства в сторону частников в космической сфере, ну и там других, в частности, связанных с электромобилями, это явление середины 2000-х годов. Именно тогда, когда Маск начал подниматься, развивать там, в 2002 году создавал свою компанию, произошел перелом первой ракеты, и произошел этот перелом именно внутри НАСА. И он просто, там же не один Маск. Вот тот конкурс, который выиграл SpaceX, когда получил первые деньги от НАСА, в том конкурсе 30 компаний участвовало. Две из них прошли отборочный этап, это вот SpaceX и Orbital. Orbital Science, потом они стали Orbital ETK, сейчас вошли в Northrop Grumman. Ну вот подход, Orbital ETK, они четко сделали систему под техзадания НАСА. Нужен грузовой корабль, нужна ракета для этого корабля, чтобы все долетело до МКС. Они его сделали, причем там такая сборная солянка, двигатель российский, корпус ракеты украинский, корабль построен во Франции, и все это вместе американская частная ракета. И все. Маск же по тому же самому техзаданию сделал возвращаемый, не одноразовый, туда улетел, а потом в океан, как сделали те же самые Orbital, а многоразовый космический корабль. Сделал ракету, которую в дальнейшем удалось перестроить в многоразовую. Более того, он строил ракету среднего класса, которую за счет просто банального удлинения, как наши тут эксперты шутили, макароны, маска, которые там будут гнуться. Он удлинил ракету, и она стала ракетой тяжелого класса. Она выводила 15 тонн, он стал вывозить 22 тонны. Просто увеличил объемы баков. И это все, то есть он заранее знал, что нужно делать ракету, такую, которую можно будет удлинить, такую, которую потом можно садить на морскую платформу, сажать, и это заранее, за 5-10 лет он это рассчитывал, чтобы потом это уже использовать и сделать, причем он сам, и при этом, при всем при этом, при этой сложности, которую он заложил в эту ракету, она получилась в полтора раза дешевле той ракеты, которую строили его конкуренты «Орбитал», по тому же самому техническому заданию. И у маска ракеты, вот когда там, когда Роскосмос стал болезненно воспринимать его успехи, когда коммерческие заказы, даже не на грузовые корабли, а на запуске спутников, от Роскосмоса клиенты стали уходить в маску. И тогда еще у маска не было многоразовой ракеты, это была одноразовая ракета, и уже тогда она была дешевле того, что производилось в Роскосмосе. Не говоря о том, что он ушел от зависимости от российских двигателей. Ну, у него-то и не было этой зависимости, это у его конкурентов из Локет Мартина, из того же «Орбитала» были, у него свои двигатели, свои разработки были, ну, конечно, не он их строил, конечно, у него была инженерная команда, но при этом, конечно же, американские инженеры, высокопрофессиональные, явно получали больше российских инженеров, и при этом он сделал ракету дешевле, чем у россиян, чем российского производства. И многие считают, это заговор, что там вот американское государство приплачивает ему, так что ж он остальным-то не приплачивает, почему у конкурентов маска внутри США ракеты получаются полтора-два, иногда в четыре раза дороже, чем у маска, потому что у него была такая цель, не просто получить денег от государства и там купить себе остров где-нибудь или там виллу с видом на море, у него была цель сделать самую дешевую ракету, насколько технически возможно на сегодня. И он сейчас к этому идет по-прежнему. Его проект «Марс», вот он тоже выглядит безумным абсолютно, учитывая, что там жить невозможно, мягко говоря, и там достаточно тяжелые условия, но он об этом говорит с такой железной уверенностью и определенностью, что учитывая то, что он ранее делал, тоже звучало, как бред сумасшедшего, а потом воплощало жизнь. Вы уверены, Виталий, в том, что марсианский проект все-таки потянет, сделает и колонизирует Марс? Это сложный, конечно, вопрос. То, что он сможет сделать ракету, способную довести людей до Марса, ну, в это уже можно поверить, потому что сейчас он же активно к ней продвигается, он сделал двигатели, у его команды, компаний, самый большой опыт в США в создании пилотируемых космических кораблей, то есть они сделали Crew Dragon в полтора раза дешевле и быстрее, чем это сделал Боинг, так уж казалось бы, Боинг гигант с опытом производства пилотируемых самолетов, со своим ракетостроением, даже со своими двигателями, ну, там они их покупают, но все равно это американские двигатели, Боинг не успел и Боинг потратил больше, и Боинг провалился на испытаниях, а компания Маска сделала более эффективную систему Crew Dragon. Значит, все необходимое, что в принципе, ну, кроме денег, наверное, что необходимо для реализации вот этой создания космической транспортной системы, у Маска есть. Но самое важное, чего не хватает, это реальные потребности у человечества в городе на Марсе. Это некая мечта, как строительство коммунизма. Коммунизм в Советском Союзе, например, так и не построили. Но эта мечта позволила серьезно преобразовать всю страну. Индустриализация позволила изменить страну, и потом она уже там серьезно изменилась, там, в годы войны, послевоенная научно-техническая революция, космическая программа. Все это делали люди, окрыленные мечтой о коммунизме. Потом, конечно, это вылилось в мечту о своей там квартире и так далее. Разменяли мы. Да, более приземленных, скажем, мечты. Но Маск строит свою мечту. Это город на Марсе, это же не прямая потребность людей. До Маска, или там, когда он только начинал, был такой проект Mars One. Они сказали, мы создаем проект, любой желающий может полететь на Марс, присылайте нам заявки. И они сказали, 200 тысяч человек заинтересовались этой возможностью. Даже в масштабе там 7 миллиардов людей, 200 тысяч уже не так много. Но они немного лукавили. 200 тысяч – это те ребята, те люди, я бы в их числе, которые подписались на обновление их сайта. То есть те люди, которым было просто интересно, что у этого проекта происходит. Правда, интерес. А заявку на полет прислало 4200 человек. Тоже много. Из 7 миллиардов. Все равно много. Я бы не сказал, что это много, на мой взгляд, это как раз хороший показатель, что желающих полететь. Причем там же много было всяких людей, тех, которых космонавты никогда не возьмут, даже не по состоянию здоровья. люди соизмеряют риски, они прекрасно понимают о невероятных рисках этого проекта. Это понятно, но все равно, желающих на самом деле полететь на Марс не так много. А поддержка у Маска, 30 миллионов человек подписаны на его твиттер, это больше, чем 200 тысяч, и больше, чем 4000 желающих полететь на Марс. Потому что полеты на Марс, они вызывают интерес у людей не потому, что они хотят полететь, а потому что полеты на Марс это часть картины светлого будущего, которую закладывали в наши головы фантасты всего 20 века. Книги Рэй Брэдбери, Стругацкий, Кир Булычев, все все эти книги о светлом будущем человечества наполнены полетами на Марс. Полеты на Марс это неотъемливая часть картины нашего светлого будущего. Мы жили в этой культуре, Маск жил в этой культуре, и он приближает именно это. Он приближает свою мечту о том светлом будущем, которая выражается в электромобилях, в этих стремительных поездах, в вакуумных трубах. Это же по сути визуализация или реализация картин далекого светлого будущего, которые рисовали фантасты 50-х годов. Посмотрите на его ракету Starship, которую он сейчас испытывает. Она очень похожа. Она похожа на ракеты из фильмов и мультиков 50-х, 60-х годов. Не только потому, что хорошая аэродинамика, а именно потому, что он реализует мечту о красивом будущем, которая, давайте будем честны, космонавтика разочаровала нас. Она не дала нам города на Луне в 2001 году по которой нам показывал Стэнли Кубрик. Она не дала нам гигантских хорвестеров, которые бы летали за астероидами и добывали полезные ископаемые, которые в 80-е годы снимали в фильмах про чужих. И нынешняя космонавтика во многом разочаровала наши ожидания, потому что если в 72-м году люди летали на Луну, то, наверное, в 2021-м они должны уже на Марсе там по профсоюзной путевке гонялись. А этого не получилось. Вот, кстати, Виталий, вы говорите, действительно, какой-то застой или уперлись в потолок. Безусловно, мы уперлись в потолок физических возможностей. вот сверхрадикального не производится. Даже те вещи, которые Илон Маск делает, это продолжение опять-таки идей Вернеров. Самые эффективные ракетные двигатели были разработаны для программы Shuttle и Buran. У нас для Buran, а там для Shuttle. Маск, ну, чуть-чуть сейчас превысил эффективность этих двигателей за счет современных методов производства, за счет компьютерных методов проектирования. там эта прибавка вот такая. Самый главный вклад Маска в развитие космической техники экономический. Он смог сделать ракету не просто более эффективной, способной поднять как можно больше массы груза. Он и это сделал. Сейчас его Falcon Heavy это самая грузоподъемная, самая тяжелая ракета современности. Она менее тяжелая, чем энергия советская или там Saturn V американские, но их-то уже нет, они в прошлом. А Falcon Heavy есть. его заслуга именно в том, что он стал снижать стоимость допуска, доступа в космос. Вот я сейчас говорю уверенно, ну мы можем запустить там спутник за 15 тысяч долларов. Например, это стоимость одного килограмма запуска в космос. А на 15 тысяч долларов благодаря Маску. Даже на наших ракетах это снизили стоимость запуска. Даже нас сейчас вынуждены под это подстраиваться. Снизили, потому что до этого этой цены низкой достиг Маск. И сейчас многим легче. Многие частные компании начинают задумываться о том, чтобы запускать спутники, которые мы бы никогда всерьез не поверили, что им это интересно. Там Samsung, например, Canon, производители фотоаппаратов хочет запускать спутники, чтобы фотографировать Землю из космоса. Ну, Джефф Безос это такой же мечтатель, как Юл Маск с огромным количеством гигантским кошельком, который готов платить за то, чтобы реализовать свои школьные мечты. Наверное, только зависть все-таки есть. Один дальше ушел. Ну, конечно, конечно, есть. И все-таки вот смотрите, а ведь Маск, он по сути преобразил сознание людей, заразил их, выступил таким первоклассным популяризатором вообще космос уже, какое-то время даже было прохладное отношение на уровне там голливудских этих боевиков с этими ксеноморфами, вот, а сейчас множество людей, молодых, дети, они все увлечены, они смотрят на героя своего и идут за ним. Маск показал, сделал космос более доступным. Не просто для понимания, насколько это сложно, а в принципе снижение стоимости запусков, это значит, можно запускать там, те же самые школьники могут производить спутники и собирать спутники и запускать. Сейчас это можно и в России, там и Роскосмос запускает школьные спутники, есть частные компании, которые готовы в этом помогать и в России в том числе, но все равно Маск это показал, он сказал, смотрите, какая классная ракета, ну, смотрите, как классно она взрывается. У нас всегда стараются это как-то под ковер, чтобы показывать только хорошее, а плохое мы не будем показывать. Да секретим. Маск, он авантюрист, и он азартный человек, и он делится своим азартом, смотрите, как это классно, смотрите, как можно делать, все думали, что это нельзя делать, что это космос, что это такое элитарное, космонавты, это небожители, а он показывает, что вот, человек даже там не космонавт, у него же тоже там образование сначала было не инженерное, он на экономиста, по-моему, учился, или на юриста, я уж не помню, потом он несколько курсов по физике, и потом у него получил степень по физике, а тут точно так же, как у нашего Рогозина, у него первое образование журналистка, а потом он кандидат технических наук, то есть не обязательно быть космонавтом, чтобы прикоснуться к космосу, и получается, что Маск сумел это показать всему миру гораздо лучше, чем любые популяризаторы космонавтики, и он, да, он главный популяризатор космонавтики, и, собственно, начать собственный космический проект, я начал, в том числе, именно поэтому, что показывать делом гораздо эффективнее, чем показывать словами или даже книгами, пока мне сил хватило только на книгу, но я понимаю, что, чтобы добиться большего результата в популяризации теперь уже нашей космонавтики, цель у меня такая, мы технологически опираемся на достижения российской, советской космонавтики, и показать, что и здесь не обязательно там мечтать, а, да, в Америке огромные возможности, но у нас и здесь они не нулевые, и попытаться здесь тоже стоит, вот мы как раз это и хотим сделать. Уважаемые телезрители, вот такая сегодня у нас была достаточно насыщенная передача, и сегодня у нас в гостях в этот светлый день для всего прогрессивного человечества, в день 60-летия, со дня первого полета космос, день космонавтики, сегодня у нас был замечательный гость Виталий Егоров, популяризатор космоса, автор нескольких книг, ведущий многочисленных по аудитории блогов, вот хочу вам очень искренне порекомендовать его блог ВКонтакте открытый космос и его сайт Зеленый Кот Открытый космос там целая команда делает, я начал его, но сейчас там целая группа тоже популяризаторов космонавтики, людей, которым интересен космос, они готовы этим делиться, занимаются этим. Скромный человек, блогер, журналист, писатель, популяризатор Виталий Егоров и с вами был журналист Казанского федерального университета Альберт Бигбов. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин